Песня 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 Моцарт написал свою первую мелодию в 5 лет, а композитор Орландо Делассо в детстве так красиво пел, что его не раз похищали. Лондонский симфонический оркестр должен был играть на печально известном «Титанике», но в последнюю минуту они передумали и поплыли на другом корабле. Однажды итальянскому тенору Энрико Каррузо, чтобы подтвердить свою личность в банке, пришлось исполнять арию из оперы «Тоска». Он так расстарался, что ему поверили. Поклонники венгерского композитора Перенца Листа так часто в письмах просили выслать прядь своих волос, что он купил собаку, с которой состригал клоки шерсти и отправлял всем обожателям. За использование песни «Happy Birthday to You» компания Warner Music в 2008 году получила 2 миллиона долларов, как обладатель прав на публичное использование на телевидении или в кино. Обычные же люди могут петь песню бесплатно. Кстати, изначально в песне желали «Доброго утра», а не «Счастливого дня рождения». Мало кто знает, но прежде чем стать группой «Битлз», «Ливерпульская четверка» носила название «Джонни и лунные псы». Что примечательно, никто в группе за все время существования не знал нотной грамоты. Певец, который признается в любви сети закусочных «Макдональдс» словами «Unlovened» в конце почти каждого ролика — это Джастин Тимберлайк. Среди исполнителей, попавших в Книгу рекордов Гиннеса, значится рэпер по прозвищу «No Clue», который извергает 14,1 слогов в секунду. А также группа «Металлика», которая является единственным музыкальным коллективом, сыгравшим на всех семи континентах, даже на морозной Антарктиде. Как видите, музыка вездесущая, и в какой бы уголок жизни не заглядывал человек, там всегда найдется ей место. Субтитры создавал DimaTorzok